Кастрация собак, в каком возрасте и нужно ли это? Перед владельцами домашних питомцев рано или поздно встает вопрос, нужно ли кастрировать собаку. У процедуры есть как много сторонников, так и противников. С одной стороны, кастрация позволяет избежать незапланированной вязки, заражения заболеваниями половой системы. С другой стороны, процедура представляет собой сложное хирургическое вмешательство, которое может вызвать негативные последствия. Зачем кастрировать собаку? Процедуру кастрации часто путают со стерилизацией. Но это совершенно разные операции, отличающиеся друг от друга по принципу. При кастрации у кабелей удаляются полностью семенники, а при стерилизации перевязываются семенные протоки. Кастрация – эффективный способ избежать незапланированной вязки. В результате и той, и другой процедуры животное полностью утрачивает способность к дальнейшему размножению. У суп пропадает течка, а кобели теряют интерес к противоположному полу. К сведению, если стерилизовать питомца, то половые гормоны продолжают вырабатываться, животное может спариваться, но репродуктивной функции больше нет. Существует ряд причин, по которым врач может рекомендовать провести операцию. К таким случаям относятся. Диагностика у кобеля крипторхизма. Это состояние, при котором оба яичка не опущены в мошонку. Это врожденная патология, которая может привести к развитию опухоли. Кистынного образования в половых железах, простатит. Осложнение. У собаки после родов, которые угрожают ее здоровью. Использование пса в качестве ездового или сторожевого. Операция повысит работоспособность. Ветеринар может порекомендовать кастрировать питомца, если у него становится неадекватным поведение. Из-за переизбытка гормонов пес может стать агрессивным. После проведения операции поведение животных меняется в лучшую сторону. Они перестают метить углы в квартире, агрессивно кидаться на других собак, убегать от хозяев. Ветеринары рекомендуют проводить операцию для коррекции поведения питомца. В каком возрасте лучше всего кастрировать собаку? Важно знать, в каком возрасте кастрируют собак, чтобы нанести питомцу наименьший вред. Самым лучшим временем для проведения операции считается период начала полового созревания. Самок направляют на операцию перед началом первой течки. Чаще всего она возникает в возрасте полугода. Важно, время кастрации зависит от породы собаки. Крупных представителей рекомендуют оперировать в год, а не скорослых в 7 месяцев. Владельцы питомцев часто задаются вопросом, можно ли кастрировать взрослую собаку. Ветеринары не запрещают такие операции, но лучше всего проводить их в более раннем возрасте. Молодой организм легче перенесет стресс и быстрее сможет восстановиться после операции. Кроме того, врачи говорят о том, что в первую очередь нужно смотреть на состояние здоровья питомца. Лучше кастрировать взрослого, но здорового пса, чем молодого, но больного. Это снижает риск развития осложнений. Кастрировать рекомендуется собак в раннем возрасте. Как подготовить животное к операции? Никогда операция не проводится в день обращения. Питомцу требуется тщательная подготовка. Предварительно ветеринар назначает комплексное обследование, включающее в себя сдачу анализов УЗИ, ЭКГ. Обратите внимание, сама подготовка к операции начинается за два месяца до ее назначения. Организм питомца необходимо очистить от паразитов. Проводится профилактика от глистов, клещей и блох. Обязательно делаются все необходимые профилактические прививки. За три для дооперации питомца переводят на легкое питание. Это могут быть диетические сухие корма или овощи, кисломолочная продукция, нежирная рыба или мясо. За 10 часов до кастрации собаку перестают кормить полностью, за 4 часа перестают давать воду. Проведение обследования перед операцией, как происходит операция. Предусмотрено два способа проведения кастрации. Хирургическая, операция проводится под общим наркозом не более 10 минут. У кобеля сбривается шерсть в паховой области, затем делаются два разреза, через которые удаляются семенники. Рану зашивают рассасывающими нитями. Шов заживает в течение 4 дней. Полная реабилитация наступает на 4 неделе. К сведению, кастрирование крупных или средних пород, таких как хаски или терьера, производится в клинике. Мелкие породы, например шпицы и чихуахуа, допустимо оперировать на дому. Химическое. Менее вредным способом, который легче переносит щенки, является химическая кастрация. Это временный метод. Собаке вводится капсула с препаратом, которая влияет на состояние репродуктивной функции. Через месяц перестают вырабатываться половые гормоны. Эффект от такой кастрации длится в течение полугода. Химический способ рекомендуется ветеринарами-животным с ослабленным иммунитетом, непереносимостью антибиотиков. Как только срок действия препарата проходит, детородная функция восстанавливается. Важно, химическая кастрация собак используется очень редко, так как 100% результата она не дает, а стоить такая процедура будет очень дорого. Процесс хирургического вмешательства. Сколько в среднем стоит операция? Стоимость кастрации зависит от веса и пола собаки. Чем крупнее питомец, тем дороже обойдется операция. Цена за кастрирование щенка до 5 килограммов варьируется от 3000 до 4000 рублей. Провести операцию крупному псу весом более 50 килограммов будет стоить от 9000 рублей. Звездочка как меняется поведение собаки после процедуры. Часто врачи дают совет кастрировать питомца, если он проявляет чрезмерную агрессию из-за всплеска гормонов. После операции поведение животного чаще всего меняется в лучшую сторону. Собака начинает вести себя намного спокойнее, становится более послушной. Уменьшается проявление агрессии. Важно, питомец перестает убегать от хозяина, вступать в драки. Уход после кастрации – дальнейшие действия. Собака после кастрации нуждается в особом уходе. Как только пес отойдет от наркоза, его можно забирать домой, если нет никаких осложнений. Заранее должно быть подготовлено теплое и чистое место для животного. В первые сутки после операции животное не кормят, можно дать только немного воды, так как после наркоза питомцу сложно глотать. Аппетит может появиться только через несколько суток. Обратите внимание. Необходимо тщательно следить за швом. Нельзя допускать, чтобы собака грызла или зализывала рану. Рекомендуется надеть на шею питомцу защитный воротник. По рекомендации ветеринара шов обрабатывается антисептиком, а собаке дают антибиотики. Через неделю питомца везут на контрольный осмотр в клинику. В течение месяца после процедуры нужно избегать сильных нагрузок и дрессировок. Восстановительный период питомца. Какие негативные последствия могут ожидать питомца после и во время кастрации. Чаще всего при обращении к квалифицированному врачу операция проходит без серьезных последствий. После проведения процедуры может наблюдаться отек мошонки, который проходит самостоятельно через несколько дней. К основным осложнениям относятся инфицирование раны, расхождение швов и развитие абсцессов. Поэтому важно постоянно контролировать, как выглядит шов, не началось ли нагноение. Важно, если отек после операции не проходит несколько дней, и шва выделяется гной, собака перестает есть, нужно срочно обращаться к ветеринару. Что будет, если кастрировать в другом возрасте? Есть мнение, что кастрацию можно проводить как можно раньше. Молодой организм легко восстанавливается, щенок быстрее забудет стресс, чем взрослый пёс. Но операции щенков раньше трех месяцев есть определенные риски. При очень маленьком весе сложно рассчитать анестезию. Возможно, развитие осложнений в виде патологий половой системы, мочекаменных болезней. Кроме того, реакцию маленького растущего организма сложно предугадать. Аргументы из-за и против. Существует множество как сторонников, так и противников проведения кастрации. Плюсом операции является улучшение поведения собаки. Она становится более покладистой, пропадает агрессия. Но хирургическое вмешательство может повлечь ряд осложнений. Риск для питомца предугадать невозможно. Чаще всего владельцы собак начинают задумываться о необходимости проведения кастрации в тот период, когда питомец уже достаточно взрослый. И начал метить углы в квартире. Важно! Взрослые собаки тяжелее переносят операцию и этап восстановления. Пес не страдает от перевозбуждения. После проведения операции у питомца перестают вырабатываться половые гормоны. У него пропадает интерес к противоположному полу. Псы становятся спокойными, не проявляют агрессию. Стерилизация вызывает недержание мочи. Иногда после проведения хирургической операции наблюдаются осложнения со стороны функционирования мочеводелительной системы. Чаще всего недержание возникает у собак крупных пород. Это возникает из-за гормональных сбоев. На фоне изменений гладкая мускулатура мочевого пузыря становится менее чувствительной. Исправить ситуацию можно с помощью приема медикаментов или хирургическим путем. Улучшение рабочих качеств. Обязательная кастрация необходима служебным собакам. Например, пес поводырь не допускается к работе, пока не будет проведена операция. Чаще всего для улучшения рабочих качеств кастрируют охотничьих собак. Это делается для того, чтобы не сбивался их нюх. Нет риска заражения при случайной вязке. Кастрированные собаки не подвержены заражению заболеваниями, передающимся половым путем, так, как полностью теряют интерес к противоположному полу. Но есть одно исключение, питомец может заразиться венерической саркомой. Это злокачественная опухоль, которая передается при половом контакте. Заболевание проявляется выделением крови вместе с мочой. К сведению, если своевременно не начать лечение, опухоль даст метастазы. Простатит. Некастрированные кабели в возрасте 5-6 лет подвержены развитию простатита. Заболевание длительное время никаким образом не проявляется. Чаще всего простатит обнаруживается уже в запущенной форме, когда у пса возникают сложности с мочеиспусканием. Предотвратить застойный простатит можно либо регулярными вязками, либо кастрацией. Онкология, с возрастом собаки, перенесшая кастрацию, менее подвержены онкологическим заболеваниям. Кастрация домашних животных вызывает бурные обсуждения среди их владельцев. Противники операции считают, что это негуманно, сторонники полагают, что таким образом питомец избавляется от мучений. Важно, если принято решение кастрировать собаку, нужно сделать все правильно и вовремя, чтобы избежать негативных последствий. Звездочка цены в статье указана на январь 2020 год.